Итак, всем привет, вы на канале AnyGames и с вами ваш ведущий Андрей Платонов. Сегодня мы разберем такую тему, как создание загрузочной флешки для установки какой-либо операционной системы, будь то Windows 10 или же будь то Windows 8 или Windows 7. В принципе, между собой они немножко отличаются, поэтому данный вопрос будет достаточно щекотливым для многих пользователей, которые не сталкивались с такой проблемой ранее. Итак, давайте начнем. Я сразу должен сказать, что показывать конкретно процесс установки винды или же перемещения какого-либо установочного файла на флешку я не буду. Это, в принципе, нам абсолютно не нужно. И чтобы не тянуть кота за хвост, как говорится, давайте перейдем непосредственно к делу. Для начала разберем момент, как установить Windows 7 или Windows 8. Для этого, в принципе, можно не особо не запариваться, на самом деле. Есть два варианта основных, которые лучше всего использовать. Ну, по крайней мере, как я это могу порекомендовать. Или же мы переходим непосредственно на сайт Microsoft, где у нас уже вот сейчас висит окошечко с загрузкой Windows 10. Находим точно так же Windows 8 или Windows 7. Если у вас лицензионный код имеется к семерке или к восьмерке, вы можете непосредственно отсюда его скачать сразу же, ну, просто в пару щелчков. Если же у вас такого нету, то мы заходим в Google, вбиваем, соответственно, Windows 7, например, вот, или же восьмерка. Все зависит от ваших требований, конечно же. И скачиваем файл вот с таким расширением ISO. Ну, вот, это обязательный фактор, потому что это как раз тот самый формат, который нам нужен для прожига на флешку. Скачиваем далее вот такую программку, как Rufus. Rufus это абсолютно бесплатная программа. Она даже не занимает вообще никакого места на компьютере, в принципе, она абсолютно безопасная. То есть сайт проверенный. И, ну, честно вам сказать, я пользовался им уже в течение лет десяти, так последних. Ну, вот, собственно, сам этот сайтик. Ничего сложного нет, вы можете просто так же в Google забить Rufus, он вам сразу же выдаст именно ссылочку на него. Ну, вот, что из себя представляет эта программка? Так, давайте-ка я ее сразу же у себя тоже найду, чтобы не растягивать все время. Это вот такое вот сейчас загрузится окошечко, будет небольшое. Да-да-да, вот оно. В котором у нас, в принципе, интуитивно все становится очень понятно. Смотрите, выбирается устройство. Зависит от того, какое оно у вас. Я рекомендую использовать устройство не менее чем на 8 гигабайтов. Далее, что мы делаем? Выбираем образ. Образ может у нас находиться или в загрузках, или на рабочем столе, в зависимости от того, куда вы его сохранили. И нажимаем старт. Система предлагает нам сразу же форматировать флешку, то есть удаляются все ваши данные с нее, которые были безвозвратны. Вот, и установляется система. Нажимаем, да, как я уже сказал, старт, ждем, когда готово, закрываем. Ничего сложного, абсолютно все просто. Вот, далее, давайте перейдем к такому варианту, как установка Windows 10. С Windows 10 все намного проще, потому что официальный сайт Microsoft позволяет скачать вам лицензионную десятку без какого-либо геморроя. Если у вас стоит в данный момент, или Windows 7, или Windows 8, даже с активатором, каким-либо, то бишь неофициальная версия, то Windows 10, в принципе, чаще всего определится без какого-либо геморроя и будет писать, что система активирована. Если будет не активирована, там уже в отдельном видео я могу рассказать, что, собственно, делать. Итак, в данный момент мы заходим на сайт microsoft.com, выбираем Software Downloads Windows 10, вот, и загружаем вот это вот средство. Оно у меня уже скачано, то есть, могу как раз сразу же отсюда же и запустить. Вот это Media Creation Tool. Открываем. Ничего сложного. Это тоже делается в пару кликов буквально. Так. Выполняется подготовка. После проверки системы он смотрит ее сразу же полностью, проверяет, что нужно добавить, что нужно убавить. Позволяет сразу же скачать какие-то нужные обновления и выбирает, скажем так, систему... Настраивает, точнее, систему таким образом, чтобы она у вас работала лучше всего. То есть, это одна из причин, почему, в принципе, я всегда рекомендую вот именно вот этот вот загрузочник. Потому что он производит оптимизацию. Соответственно, официальная винда без всякого геморроя будет у вас работать, как у нормальных белых людей. Вот. И так далее. Система сейчас нам выберет, что мы хотим сделать. Или же записать ISO образ просто на рабочий стол. Если вдруг вам это нужно на потом, а не на сейчас. Или же предложит сразу же создать загрузочную флешку. Вот. Естественно, нам нужен второй вариант, так как это, в принципе, и есть основная цель этого видео. Показать вам, как ее создавать, эту самую загрузочную флешечку. Вот. Поэтому сейчас мы немножко ждем. Это берет какое-то время, даже на мощных компьютерах. Да, да, на мощных. Вот. И сейчас посмотрим, что у нас система тут выдаст. Так. Ждем, ждем, ждем. В принципе, пока она загружается, я могу рассказать. А, вот уже загрузилась. Значит, перейдем к тому, что я мог рассказать чуть-чуть позже. Вот. У нас есть два варианта. Или же обновить этот компьютер сейчас. Тоже очень такой достаточно комфортный вариант для людей, которые не хотят особо заморачиваться. Система сделает все самостоятельно. За вас вам даже не придется особо думать. Вот. Выбирается этот вариант при каких ситуациях. Когда вы хотите просто полностью переустановить винду. или же вы хотите полностью сделать просто ваш компьютер чистым от каких-либо вредностей. То есть, обновиться, убрать какие-то старые вирусы или что-то еще. Вот. Нам на данном случае нужно создать установочный носитель USB. То есть, соответственно, тыкаем на него, нажимаем далее. Здесь система автоматически выбирает нам язык. Система, которая у нас уже стоит в данный момент. Нажимаем далее. И переходим как раз к этому моменту, который я говорил. USB устройства флеш-памяти или ISO файл. То же самое, что и с Rufus. Система полностью форматирует флешку. И устанавливает на нее Windows, который вы можете многократно потом использовать без лишних проблем. И лишних, соответственно, геморроев по поводу повторных перезагрузок. То есть, в данном случае я рекомендую вам купить одну конкретную флешку, которую вы будете использовать для этих целей. Или же, да, как я говорил, создать ISO файл, который мы можем закинуть на рабочий стол. И уже с Rufus потом, если кому-то захочется превращаться, засунуть его на флешку. Итак, ладно, закрываем, переходим дальше. Чтобы воспользоваться этой самой флешкой, наша задача после того, как мы ее прожжем, зайти в BIOS. BIOS это внутренняя микрооперационная система, можно сказать, которая служит нам для настройки компьютера на уровне железа. Вот, итак, чтобы его открыть, мы перезагружаем компьютер. И в первую же секунду после нажатия кнопочки Пуск, мы нажимаем кнопки или F1, или F2, или Delete. В принципе, вы можете нажимать их одновременно, в этом нет никакого греха. Или же вы можете обратить внимание на то, что будет написано в нижнем левом углу вашего компьютера. Там чаще всего написано, чтобы попасть в систему, нажмите такую-то кнопку. Это может быть, да, как я уже сказал, F1, F2, иногда F10, в зависимости от производителя, или же Delete. Открывается такое окошечко, заходим в Main или же в Boot. Все зависит тоже, опять-таки, от версии BIOS, которая у вас стоит. У вас будет список устройств, которые у вас выбраны, и которые сейчас в данный момент работают. Наша задача выставить вместо жесткого диска флешку, то есть мы тыкаем на ST, допустим, в данном случае ST320-413A, и заменяем это на USB устройство, которое у вас, соответственно, прожжено. Это может быть Verbotim, это может быть Kingston, все зависит, естественно, тоже от производителя флешки. Нажимаем F10, сохраняем, выходим, и компьютер начинает автоматически запускаться уже, собственно, с этой флешкой. После того, как у вас дальше произойдет уже основная часть установки системы, это уже можно будет в отдельном видео обсудить, если вам будет это интересно, если вы захотите изучить эту тему более детально. Ну вот, вам нужно будет вернуть настройки назад, соответственно, просто при перезапуске, опять-таки, зайти в BIOS, тыкнуть на то устройство, которое мы меняли, и вернуть то устройство, которое у нас было изначально. Ну вот, перезапуститься, и у вас уже будет, в принципе, почти что установлены Windows. Вот, на этом, я думаю, тогда будем заканчивать. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне в личку или в комментарии. Ну вот, надеюсь, видео вам понравилось, оно было достаточно информативным для вас. Если у вас будут какие-то пожелания, советы, рекомендации, всегда можете оставить их в комментариях. Комментарии мы читаем, поэтому... Поэтому всегда сможем вам ответить. Вот, всем доброго вечера, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Луни Геймс, и ваш ведущий Андрей Платонов. С вами был Игорь Платонов.